Российский! Одесса, город, герой! Одесса, город, герой! Одесса, город, герой! И когда мне говорят, что мы выступаем за разделение Украины, я говорю им попросту. Ребята, где у нас в лозунгах, что мы хотим разделиться? Мы всегда выступали за референдум, но нас не слышат. Мы выступаем против репрессий, нас не слышат. Тогда мы обращаемся к тем, кто нас услышит, правильно? Да! Следовательно, они должны задаться собственным вопросом. Если будут продолжаться репрессии, как говорил Антон, то уже произойдет то, на что они толкают город. Что произошло в 41-м, когда фашисты вошли в город и думали, когда вся армия ушла, что Одесса прогнется. Одесса не прогнулась, она объединилась в маленькие отряды, подпольные, которые действовали независимо. И поэтому это же ждет Украину в 21-м веке. Плюс мне говорят за демократическую революцию. Я им сразу же отвечаю. Демократическая революция в Египте привела к чему? К экономическому кризису, когда там в высокоразвитом гостиничном, туристическом центре мира, куда там они только жили на одном туризме. Сейчас это одна из самых худших стран, и туда даже туристы не хотят ехать. Это очень опасно. Сирия, Ливан, Сербия, Греция, Югославия когда-то разделили. Когда вся Европа молча смотрела, как делят и деребанят Югославию. Тогда не было никакого, то есть там, ни демократии. Потому что тогда был один вектор, американский, и у них своя демократия, западная. Сейчас я благодарен русским, что они когда-то дали право президенту России стать президентом. Только заодно то, что теперь русских уважают как Россию, как государство. А в 90-х это была одна из самых пиздейших стран мира. И оттуда все бежали, как скоро ждет Украину. Россия! 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 Поэтому мы выступаем не за присоединение, сепаратизм. Мы выступаем за таможенный союз, за Евразийский союз, за дружбу славянских народов. Зачем? Вот я спрашиваю националистов. Вы идете в Европу, вас там все равно прогнут и будут гей-парады. Они говорят, нас не прогнут. Я говорю, я уверен, прогнут и вас. Всех прогнут. Поэтому я говорю, как вы будете жить с геями? И когда будет по телевизору все равно, что скажет западная хунта, то и будут показывать по телевизору и зомбировать вас. Это наглядный пример, когда правый сектор штурмовал Верховную Раду. И ни по одному каналу, пятому, всему остальному сначала не показывали. Единственный, который канал показывал, это был РБК Россия в прямом эфире. Что шел штурм. Ни одна группа ВКонтакте, промайданутая, не освещала это. Что идет штурм или там протесты возле Верховной Рады. То есть все они олигархические. Следовательно, они боролись против олигархов, а привели к власти олигархов. Это пчелы против меда. С чем боролись, на то и напоролись. Поэтому, когда мне говорят активисты Майдана, что мы потерпим полтора года, я говорю, вы уже потерпели 23. Был и Ющенко, был и Янукович, был и Кучма, все были. Кравчук тот, который непонятно за кого, вечно, лишь бы был быть у кормушки. Вот. И поэтому я говорю, вы еще хотите полтора года? Да, мы будем полтора года потерпим, и потом мы, если не будет, мы выйдем. Я говорю, ребята, за полтора года они взяли такую конституцию, законодательство, что вы даже выйти не сможете. Вас будут прятать сразу же. И тогда вы заводите, и все, время будет утрачено. Потому что олигарх, в первую очередь, приходит заработать, а не дать заработать. Это показало 10 лет последние, когда были выкуплены одни из самых больших заводов Украины. Когда они были обанкрочены и переданы или распроданы. Поэтому я говорю вам, ребят, выходите. Мы вот прописали уже мероприятие на следующую неделю. Я призываю всех выйти четверг под горсовет в 10 утра. Так как там хочет некий товарищ Гурвиц сделать дворцовый переворот. Мы не выходим, чтобы поддержать Брендака, Труханова. Мы выходим, чтобы не допустить Гурвица, в первую очередь. Поэтому, чтобы сделать какой-то перевыбор, выборы, должны спрашивать у громады, у референдума. Почему они так боятся референдума? Они говорят, что мы проиграем. Я говорю, так давайте проверим. Не, ну мы все равно проиграем, зачем тратить день? Но это, знаете, одно и то же, какой-то бред, в общем. Они самоуверенны. Вот, поэтому я говорю, потом у нас 5-го числа в субботу открытие здесь фотовыставки, посвященной освобождению Украины. В частности, годовщине 70-летия Одессы будет открыта на Куликовом поле. И 6-го апреля, воскресное время, 2 часа дня, как обычно, здесь. Ребята молодые будут ставить рекорд, все, кто хочет, ставить рекорд по отжиманию в годовщину Одессы. Мы покажем, что Одесса за здоровый образ жизни. Одесса это высококультурный город. И мы не какие-то террористы. И после мы проведем маленькие митинги, подытожим. Потому что сейчас ситуация меняется с каждым днем. Нам надо просто немножко обождать, но не сдаваться.